В последние дни усилились провокационные атаки Армении в приграничных районах, особенно в направлении Нахчевана. Что происходит? Эти провокации на границе вызывают вопросы и сомнения, особенно на фоне переговоров о мире между Баку и Ириваном. Какова истинная цель Иривана? Что за планы намерены реализовать Пашинян в отношении проекта западного Азербайджана, нашей исторической земли? Пограничные провокации необходимо изучить, исходя из этого вопроса. Нарушение режима прекращения огня стало интенсивным с 12 июня. На фоне постоянных провокационных атак Никол Пашинян 15 июня обратился к Баку с предложением о создании механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня на границе. На первый взгляд из этого предложения следует два вывода. Во-первых, армянские власти потеряли контроль над армией, а безголовые отряды ставят официальный Ириван в затруднительное положение, нанося удары по позициям азербайджанской армии, когда им вздумается. Во-вторых, армянские власти выступают за мир. Они не заинтересованы военной эскалацией в регионе, поэтому предлагают Азербайджану совместный контроль. В действительности эти два фактора являются имиджевыми. Реальный план официального Иривана иной. Детали этого плана скрыты в предложении Пашиняна создать механизм пограничного контроля. Чтобы лучше понять, что произошло, необходимо вспомнить период, когда Карабах находился под оккупацией. Аналогичная механизму контроля за прекращением огня идея, с которой Пашинян обратился к Баку, была выдвинута еще во время оккупации Карабаха. Речь идет о 2016 году. После окончания Апрельской войны, тогдашний президент Армении Серж Сариксян предложил создать механизм контроля за прекращением огня на линии соприкосновения. Авторами этого предложения стали конгрессмены Эд Ройс и Элиот Энгель, находящиеся за океаном, в США. Оба конгрессмена были активными членами группы поддержки армян Армянского национального комитета Америки, и все трое горячо отстаивали интересы армян. Они также выдвинули предложение о создании контрольного механизма на линии соприкосновения в Карабахе. Целью этого было предотвратить возможные международные контрольные атаки на линию соприкосновения, чтобы освободить азербайджанские земли от оккупации и сохранить статус КВО, основанный на оккупации Карабаха. В то время Соединенные Штаты также были заинтересованы в создании механизма контроля за прекращением огня в Карабахе, чтобы укрепить свое влияние в регионе. Этот план, получивший название идея Ройса Энгеля, не был реализован, а Азербайджан освободил свои земли и восстановил суверенитет. Теперь они пытаются реализовать на границе тот план, который хотели реализовать в Карабахе. И самое примечательное, что идея создания механизма контроля за прекращением огня на границе появилась сразу после визита помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена в Ириван 10 июня. Эта деталь усиливает вероятность того, что за планом механизма стоят Соединенные Штаты. Цель Вашингтона — разместить свои силы на армяно-азербайджанской границе под названием «Международный контроль за прекращением огня». Правда, предложение Армении Азербайджану связано с двусторонним мониторингом прекращения огня. И в этом случае вмешательство иностранных сил в процесс предотвращается. Однако в своих заявлениях по поводу этого предложения Пашинян открывает скобку. Армянский премьер-министр утверждает, что создание такого механизма на границе позволит международному доверию понять реальную ситуацию. Это означает, что хотя на начальном этапе механизм планируется в двустороннем формате, в дальнейшем планируется превратить его в международный контроль. И если они этого добьются, то США, которые вводят свои силы в регион, усилят свои позиции на Южном Кавказе в борьбе с Россией. Эта деталь примечательна на фоне недавнего укрепления военного сотрудничества между Вашингтоном и Ереваном. Согласно сообщениям, после совместных американо-армянских учений американские военные остались в регионе, а в Зангизурском районе, на границе с Азербайджаном, создается база для американского военного контингента. Цель этого – защитить Армению, потеснить Россию в регионе и использовать это как площадку для борьбы с Ираном. Не исключено, что под названием «Механизм контроля за прекращением огня» они хотят узаконить военную базу, созданную в США в Зангизуре на армяно-азербайджанской границе. На это рассчитана и активизация Армении провокационных атак на границе. Подобными провокациями они усиливают напряженность и говорят о необходимости создания механизма контроля за прекращением огня. Они также дают понять международному сообществу, что если не будет создан механизм контроля, то невозможно будет обеспечить стабильность на границе двух стран и в регионе. В этом процессе главная цель Армении – предотвратить сценарий возможного изменения существующих границ, чтобы получить легитимность над историческими землями Азербайджана. В процессе делимитации границ неизбежно встанет вопрос о судьбе наших земель, подаренных армянам во времена СССР. Азербайджан может, по крайней мере, потребовать возвращения приграничных территорий. Если это не будет решено путем переговоров, то актуальным может стать сценарий проведения границы дальше, вглубь наших исторических земель. При таком сценарии международное право не создает препятствий для Азербайджана, поскольку Азербайджан – армянская граница условна. И в этом случае вопрос о том, где пройдет граница, остается нерешенным, даже если между Баку и Ереваном будет подписан мирный договор. Границы могут измениться в любой момент, пока они не делимитированы. Цель Армении, которая хочет, чтобы граница была проведена по линии, существовавшей на момент распада СССР, – получить легитимность над нашими историческими землями и отодвинуть вопрос западного Азербайджана на второй план. Похоже, что официальный Ереван, не сумевший добиться отступления Азербайджана на дипломатическом уровне, пытается сделать это на основе плана механизма, организуя военные провокации. И похоже, что для того, чтобы сохранить предложение механизма в повестке дня, Армения может продолжить нарушать режим прекращения огня на границе. Все это рассчитано на то, чтобы помешать азербайджанцам вернуться на свои исторические земли, в Западный Азербайджан. Однако планы Армении, опирающиеся на поддержку внешних игроков, не будут реализованы, так как вопрос возвращения на наши исторические земли является неизменной политической линией азербайджанского государства, которая является решающим игроком в регионе. В Армении также считают, что эти игры Пашиняна не состоятся, и возвращение азербайджанцев в Западный Азербайджан будет неизбежным. Гардник Даниилян, депутат от фракции Армения, говорит, что Ильхам Алиев добьется всех своих целей. Ильхам Алиев требует изменения конституции Армении и возвращения азербайджанцев. Сейчас в Азербайджане составляется список азербайджанцев, которые вернутся в Армению. Например, есть информация, что 11 тысяч азербайджанцев поселятся в Сисьяне, в том числе сотни тысяч азербайджанцев будут компактно проживать в Ириване, отметил он. Армянский эксперт Армен Манвелян считает, что сначала по требованию Азербайджана будет изменена конституция, затем вернутся азербайджанцы, и Армения станет западным Азербайджаном. Политолог Ара Пагасян озвучил условия, которые Азербайджан выдвигает Армении для подписания мирного соглашения. Пагасян утверждает, что существует несколько предварительных условий. Сюда входит изменение армянской конституции и создание условий для возвращения азербайджанцев в западный Азербайджан, а также размещение азербайджанских войск на территории Армении для обеспечения их безопасности. По словам армянского политолога, как только будет выполнено одно требование, начнется реализация другого. Существует пакет требований, которые Азербайджан предъявляет Армении. Это приведет к тому, что Армения потеряет контроль над территориями, которыми она владеет в настоящее время, утверждает он. По словам Пагасяна, план Баку заключается прежде всего в изменении конституции и открытии Зенгизурского коридора. Если коридор не будет обеспечен, азербайджанцам будет трудно вернуться, потому что если возникнет небольшая проблема, связанная с безопасностью азербайджанцев, то когда они вернутся и будут жить компактно, Азербайджан и Турция смогут войти в Армению через коридор и взять события под свой контроль, сказал армянский политолог. Армянский комментатор Арман Абавян считает, что армянская конституция, которая будет переписана по требованию Баку, фактически станет конституцией западного Азербайджана. Сколько бы Армения ни играла, реалии не меняются. Реальность такова, что Азербайджан сильный и решительный игрок. И эта реальность гарантирует возвращение азербайджанцев на свои исторические земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова